приветствую вас уважаемые подписчики неоднократно меня спрашивали что я думаю про самый бюджетный прицел от vortex это фпшник diamond black tactical 6 на 24 на 50 линзе обычно я на это отвечал что от vortex там только название по оптике не сильно отличается от китайцев которые ценникам не сильно то принципе меньше и вот такая возможность предоставилась diamond black у нас на обзоре это типичный представитель тактических современных прицелов модель 2018 года все современные тренды тут присутствует и сетка и br2c и башни в милах то есть в одной системе исчисления давайте быстро пробежимся по ттх прицелы vortex diamond black tactical 6 на 24 50 фпп основан на 30 трубе с фирменной оптической системой xd и полным многослойным просветлением это обеспечивает увеличенную передачу света уменьшает блики повышает разрешение и точность передачи цвета что дает резкое четкое изображение прицельная сетка вытравлено на стекле оптического элемента и для надежности за заключена между двумя слоями стекол изнутри прицелы и продукты под давлением газообразным азотом для защиты от запотевания и оснащены множественными уплотнительными элементами которые защищают их от прямых от прямого проникания влаги пыли и мусора эта модель доступна с прицельной сеткой как в а в угловых минутах так и в миллиардианах что позволяет подобрать удобную систему исчисления но об этом я уже вам сказал большие открытые барабаны без фиксации водопоправок маркированные в миллиардианах и соответствует прицельной сетке то есть это либо муа либо миллиардианы имеет рельефную поверхность и можно использовать как голыми руками так и в плотных массивных перчатках преимущество этой модели является достаточно четкое изображение прицельной марки на малой на малом увеличении когда прицельная сетка имеет самый маленький размер в сочетании со стройкой от параллакса от 10 ярдов это делает прицел очень универсальными позволит сравнительно эффективно использовать его как на ближних так и на дальних дистанциях но соответственно на пневматике и на огнестрельном оружии без проблем увеличение 6 на 24 то есть это переменник диаметр линзы объектива 50 миллиметров рабочее расстояние от окуляра до глаза 99 миллиметров это увеличенная релефе считаю линейное поле зрение на 100 метров полтора метра прицельная сетка и br2c расположена в первой фокальной плоскости подсветка прицельной марки отсутствует для тех кого это важно имейте ввиду настройка от параллакса от 10 ярдов 9-14 метров барабаны тактически открытые без фиксации цена клика механизма ввода поправок 0.1 миллирадиан или 1 4 ма количество поправок при полном обороте 6 мил или 15 ма диапазон ввода вертикальных поправок 19 мил или 65 ма ну и то же самое с горизонтальными поправками длина 368 миллиметров масса прицела 697 граммов то есть он достаточно компактный и легкий давайте посмотрим сейчас на комплект поставки на самом деле очень скудно показывать особо нечего бленда прицел инструкции тряпочка и все так подсветки прицел не имеет то больше здесь нет ничего фирма производитель дает пожизненную гарантию на этот прицел это были сухие факты теперь давайте посмотрим на сетку поближе и проверим механику ну вот у нас пять милов в десяти сантиметрах и дистанция это не 20 метров стоит о том что сетка с коэффициентом с линейкой сейчас проверю здесь вообще масштабе всем не распечатаны ну вот расстояние то есть все четко все в масштабе поэтому и пользуюсь этими мишенями ну такую дистанцию показывает там где актуальная сетка где должно быть 20 метров коэффициент сейчас увидите на экране ну теперь что делать как коэффициент этот получить наш 107 понятно что уже ффп мы здесь не выбираем заходим настройки прицела но здесь я империческим путем подобрал кратность на которой сетка откалибрована 22 с половиной просто для примера можно абсолютно любую поставить главное посмотреть поиграться нажимаем так точно потом идем сетку и бегунком уже начинаем двигать и смотрим когда масштаб уже будет 107 что получилось кратность 21 все вот так мы ее оставляем вот наша сетка которая характерна для данного конкретного экземпляра все берем и работаем никаких проблем нет браком никаким это не является это нормально я хочу сравнить diamond black с другими двумя другими брендами это маркул и атлон наверное это будет очень актуально для тех кто выбирает особняком я бы хотел поставить более старшую модель это vortex вайпер обзор на который у нас был очевидно что люди которые смотрят надо и на diamond black они хотят вайпер но не имеют возможность взять его прямо сейчас и ищет какой-то компромисс маркул и discovery с презрением отвергают дескать фу китайцы скажу больше также делают и те кто выбирает атлон и я довольствовался теми же самыми выводами и доводами когда выбирал атлон маркул и diamond black очень похожи по качеству оптики на ярком солнце вообще не заметите никакой разницы серьезно разница в цене между ними это скорее больше за бренд надпись vortex ну и второй момент сетка которая здесь более тонкая она не при не перекрывает информацию так как это делает маркул видимо сетку копировать один в один китайцы не стали и сделали ее более толстой ну и третий плюс это пожизненная гарантия чего нет на китайцах там всего лишь один год атлон и diamond black очень разные прицелы атлон это прицел все-таки который больше тяготеет к вайперу он немного в другом ценовом сегменте в целом у атлона более четкая и яркая картинка но более толстая сетка и его все-таки да я бы с вайпером больше сравнивал но вайпер он уступает тут надо быть честными прежде всего самим собой поэтому если религия не позволяет вам покупать китайские прицелы вы любите качественные брендовые вещи и готовы за это платить вперед я кстати сам из таких людей но объективно лучше вам подкопить и взять вайпер или взять атлон diamond black недалеко ушел от китайцев поэтому здесь нужно 10 раз подумать переплачивать ли за бренд vortex либо взять бюджетный прицел и как бы смириться с тем что это китаец дело за вами дело за малым а наша задача дать вам пищу для размышлений пищу для ума в целом прицел неплохой над на сегодняшний день стоимость его вот владелец этого прицела купил его за 28 тысяч рублей китаец маркул или discovery будет стоить 18-19 тысяч рублей то есть разница в 10 тысяч рублей вот стоит переплачивать за бренд за более тонкую сетку и пожизненную гарантию ну наверное решать вам как я уже сказал я бы рекомендовал вам подкопить денег и все-таки взять вайпер но если на вайпер не хватает а хочется сейчас хороший прицел то атлоны но с атлонами сейчас очень сложно я знаю что владелец этого прицела пытался найти на вторичке и атлон будет тоже стоит чуть дороже то есть у него цене где-то между вайпером который стоит сейчас от 63 до 69 70 тысяч атлон будет стоить около 40 то есть 36 37 от в таком ценовом сегменте но я могу сказать что атлон стоит своих денег здесь есть плюсы интересные и самый главный плюс это сетка особенно я это смог оценить когда вот сейчас делал съемку через прицел и действительно на большой кратности сетка хорошо читаем а она не будет перекрывать вам информацию но что сказать вам заключение прицел несмотря на его ценник относится к бюджетной категории прицелов и рекомендовать его можно тем кто ограничен в бюджете но в то же время китайцев покупать не хочет хотя данный прицел изготовлен в китае по качеству стекол я не могу сказать что он сильно отличается от прицелов марку на мой субъективный взгляд это прицелы примерно одного уровня то есть явного преимущества по оптике я здесь не заметил единственный плюс который его отличает в лучшую сторону от маркулов это то что у него сетка тоньше для ffp прицела я считаю это очень очень даже хорошо то есть для меня это было бы критично при выборе и выбирая между китайцами аля discovery или маркул и вортексом возможно сделал бы выбор в сторону вортекса больше каких-либо явно преимуществ я здесь не заметил но кроме пожизненной гарантии и сетки и все пожалуй по поводу коэффициента сетки который получился и это не является никаким браком особенностью данной модели то же самое на маркулах через один идет да и на прицелах более высокого сегмента ничего здесь такого существенного нет я вам показал как это все настраивать и в принципе проблемой это никакой не является ну для более грубых расчетов можно спокойно принимать это все за актуальный мелдот но в то же время это является особенностью конкретно данного экземпляра то есть говорить о всей линейке в целом здесь не приходится да вот с такой особенностью здесь мы столкнулись после того как я поработал с этим прицелом мое мнение не изменилось по данной модели однозначно что я вам говорил самом начале тоже я вам могу сказать самом конце если вы хотите переплачивать за бренд ради бога если вы считаете что деньги надо тратить рационально я считаю данную покупку неоправданной то есть если бы я обладал бюджетом в 35 тысяч поискал бы что-нибудь на вторичке с холков можно в идеальном состоянии взять холк я думаю он будет все-таки получше этого даймонд плека ну хотя плюс-минус тут опять же вкусовщина и советовать что-то очень сложно то есть надо все-таки смотреть своим глазом для спорта этот прицел можно использовать но опять же я видел как его покупали и потом через какое-то время продавали владелец сам прекрасно дает отчет тому что прицел это компромисс некий скорее всего это покупка на какое-то время но то же самое что и маркулы discovery если обычно люди покупают чтобы перетоптаться то до нормальной оптики в кавычках скажем так допустим потратили все деньги на винтовку и осталось там 20 25 тысяч то есть на что-то существенное потратить их не получится но если вы хотите обратить внимание на изделие фирмы vortex то все-таки я бы начинал рассматривать эту фирму от модели вайпер тогда ваши ожидания будут оправданы однозначно то есть как бы здесь без вопросов у всех мужчины я поздравляю с 23 февраля этот ролик выходит как раз в канун праздника это мужской праздник там служил не служил не имеет никакого значения тем более тематика нашего канала в той или иной степени это игрушки конструктивно схожие с оружием оружие стрельба все что связано с этим и если настанет такое такая необходимость я уверен все спокойно возьмут в руки оружие и будут защищать свои семьи свою страну свой дом поэтому всех с праздником удачи вам метких выстрелов всего самого наилучшего ставим лайки подписываемся на канал пишем комментарии что вы думаете по поводу данной оптики если может быть владельцы бывшие те кто выбирает очень интересно почитать ваши комментарии спасибо большое за просмотр